Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать! Какой шикарный завтрак приготовила Настя, пока я тут умывалась, мыла голову. А тут такая вкусная яичница с колбаской, с сыром, с укропчиком, да? А Илюха что-то там слушает ему вообще. Не до нас с вами, понимаете, не до нас. Да, Илья? Илья! Пока! Доброе утро! А у нас и не слышат, что я там делаю? Ну, в общем, завтрак, кофе в любименькой кружке. А, доброе утро! Ну, наконец-то! Ну что, доброе утро всем! Мы сегодня с вами в очередной раз сделаем новый макияж. И от себя лично спасибо вам за теплые комментарии о том, что вам нравится мой макияж. Мне очень приятно. Вот так. Сегодня мы будем с вами использовать вот такие вот палетки теней. Запеченные тени, очень красивые, перламутровые. Ну, это тени от компании Mary Kay. Они мне очень нравятся, очень хорошие по качеству, классные. Конечно, в основном я буду использовать вот эти вот оттенки. Но хочу... И вот, вы знаете, мне обычно мало того, что вот даже в палетке. Да, они идеально... Вот в любую фирму мы возьмем, и там тени идеально подобраны вот к друг другу. Но мне почему-то всегда хочется чего-то добавить, чем-то разнообразить, сделать какие-то акценты и как-то дополнить. И вот всегда-всегда мне мало это. Может быть, вы уже заметили. Вот. Может быть, это на первый взгляд не очень совместимые продукты. По цвету я имею в виду. Но... Но мы их обязательно с вами совместим. Вот отсюда набираю вот этот вот светлый оттенок и использую его, конечно же, у уголка глаза и под бровью. Я даже сейчас не знаю, есть там такая вот серия с таким значком. Так что специалисты по моряке, мне кажется, нам больше подскажут в комментариях, есть такая серия или нет. Вот так. Вот так наношу. Спокойный такой, вы знаете, классический спокойный перламутр. То есть, даже здесь вот вроде как возрастным женщинам не нужно использовать перламутр. Но вот этот вот перламутр, там шиммер, перламутр, он довольно-таки спокойный и как бы не вызывает на себя вот эффект какой-то такой прям, на который обращаешь сразу же внимание. И не будет выделять морщинки, ваши складочки. Так, ну, в общем, вот так, да. Возьму уже более вот такую вот кисточку. Наберу вот этот вот коричневый, коричневый оттеночек. Так. Когда в зеркало не смотришь, получается, может быть, не совсем так, как бы хотелось. Растушую, это все лишнее. Вообще, конечно, нужно набирать и об руку встряхивать излишки, чтобы не поставить какое-то пятно, которое бы вам не хотелось. И потом его растушевать, это уже становится очень сложно. Скажите, почему не беру зеркало? Знаете, невозможно держать тени. Ну, возможно, конечно, в принципе. Тени, зеркало. Но вот, смотрите, при всем при том, что я думала, что это невозможно поправить, что мне там изначально не понравилось, когда я пэмис поставила такую точку, они довольно-таки неплохо растушевываются. А вот, смотрите как. Повторим все то же самое с вот этим вот глазом. Давайте вот так буду сидеть, и вам, думаю, будет хорошо видно. Напишите, мне интересно, какие супер-супер продукты есть в Мэри Кэе. Очень интересно. Я мало знакома с этой маркой. Так, ну вот. А вот уже получился эффект такой, видите, кошачьего взгляда при открытых взглядах. Взгляда. Что я вам говорю? Просто смотрю на экране. У меня мелькают там лайки и сбивают просто. Спасибо, что лайкаете. Вот. Так, набираем уже вот более вот этот вот красный. Ну не красный. Такой вот оттенок. Оттенок фуксия. Делаем акцент. Мне вот нравится, вы знаете, выделять, добавлять вот акцентом розовым, таким более в красную гамму, в фуксию гамму. Они не придают эффекта каких-то больных глаз, а наоборот, придают эффект такое, знаете, какого-то свечения и освежения. И это очень хорошо смотрится. Макияж мы делаем. Макияж мы делаем не под вот эту футболку. Это просто... Просто у меня такая футболка есть. Видите, тут написано. Арифлейм. Стокгольм. Вот такая, мне нравится, очень красивый цвет. Макияж мы делаем. Делаем, делаем, делаем для того, чтобы пойти и украшить мир, как говорится. Для того, чтобы собраться из дома по делам. Но хочется ярких красок. И поэтому мы делаем с вами тоже сегодня, в принципе, яркий макияж. Ну что, вот, не хватает. Вот не хватает. Поэтому теперь мы будем использовать бирюзу, серебро и синий. Это уже из второй вот этой вот палетки. Так, беру вот эту палетку. И у начала использую здесь серебро. Потом продолжаю бирюзой. И к уголку использую уже вот этот вот синий оттенок. И еще можно синим оттенком пройтись, как подводка, около роста ресниц. Вообще в темноте и где-то в кафе, на дискотеке, на вечеринке, на каком-либо мероприятии. Всегда темно-синий карандаш, темно-синие какие-то оттенки исчезают последними. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши глаза были выразительными, ну, конечно, черный и темно-синий исчезают последними, то как раз-таки вот этот вот цвет синевы, он можно вот выделить им вот этот угол глаза, чтобы глазки были такие сакцентированные. Так, ну что, наносим, да? Вот сюда вот серебро. Ну, сначала берем другую кисточку, наносим дальше бирюзу, но надо учитывать, что бирюза довольно-таки такая яркая и активная. Так. Видите, как сейчас еще модно вот эти вот сочетания синего с зеленым. И третий бы кистью. Ну, хорошо, давайте так, это голубой, потому что, чтобы уже третий нет, у меня что-то под рукой тонкой кисти. Так. И наносим в уголок, прямо вот сюда. Синий. Угу. Так вот, практически с тенями мы уже закончили. И вот видите, вот смотрите, как работают профессионалы. Профессионалы работают всегда, у них очень большое количество цвета, они используют в макияже. Если вы вот так вот будете наносить макияж, да, ну, конечно, там мы сейчас еще нанесем подводочку, там, тушь, то окружающие будут думать, как так, каждый день профессиональный макияж. Хотя вы это можете делать дома, каждый день рисовать на себе, и это очень вообще легко. Просто подберите для себя интересные оттенки, которые вам подходят, определитесь со своим там, с цветотипом, с тоном кожи, теплый, холодный, что вам идут, какие оттенки, что нет, вы прикладывайте там разные вещи, посмотрите много информации очень в интернете, или там купите какую-то книжку там, или еще что-то, и определитесь с цветом. Вы для себя беспроигрышно сможете подобрать те оттенки теней, помад, и вот так вот, знаете, в легкую экспериментировать и делать каждый раз новый и новый образ. Ну вот, то, что у нас сейчас с вами вот стало уже в рисунке. Вот у нас получились с вами такие вот яркие и выразительные глаза. Осталось мне нанести пудру. Пудру наношу вот эту вот компактную. Вот так делаю. Giordani Gold. Сделаем лицо более матовым. Потому что кисть ее прям, люблю компактные, да, но не люблю пользоваться вот этой вот губочкой. Люблю лучше наносить кистью. Но кисть ее прям, так скажем, сдирает оттуда. И поэтому лучше нам ее стряхивать. Так, под глазками пройдемся. Заодно уберем остатки каких-то теней, что-то как-то так, да. И нанесу румяна The One. У меня тут уже остатки, но надо допользоваться. Сделаю румянец. Я вам, конечно же, сниму этот макияж при дневном освещении, чтобы вам было лучше видно, какие глаза получились. Потому что здесь цвет почему-то... Или мне кажется, что он меняется. Или он действительно меняется. Можно сделать вот так. Так, вместо хайлайтера я нанесу вот такие вот блестящие... Блестящие тени от фирмы Pupa. Добавлю немножечко под бровь. И сделаю... Делаю вот так. Глаза мне прям нравятся очень. Напишите, как бы вам захотелось. Ярких красок. И буду вот наносить вот такую вот помаду. Яркую. Как вам такой цвет? Ах, как вкусно пахнет она. Сумасшедшая аромат. Губы и давайте вместе с вами... Класс. Это помада 3 в 1 от Reflame. Просто вот такой вот дизайн нестандартный. Здесь серединка внутри с бальзамчиком. А вот такой вот обалденнейший цвет. Цвет призыва весна приходи. У меня в последнее время этому все макияжи такую тематику имеют. Называется весна приходи. Давай уже солнышко свети. Весна приходи, потому что хочется тепла, обновления, зеленой травки и всего такого. И в душе будет тоже такое настроение супер шикарное. Мне такой цвет идет. Очень. И что-то я забросила эту помаду. Но что хочу вам сказать. Почему вот у меня так в последних видео прям появилось такое желание снимать и делать вам макияжи. Это все после того видео, как я вот здесь набила вот этот вот марафет, порядок и перенесла сюда в два ящика косметику, помады, тени всех палетки, наборы и все остальное. Когда это стало удобно и когда это стало быть под рукою, да, вот в доступности, а не там в другой комнате. Вот что значит удобно, когда комфортно. И еще после этого мне будут говорить, что да нет, жить можно и в шалаше. Нет, нельзя жить в шалаше. Сейчас не то время. Это мое личное мнение. Я, в общем-то, понимаю, что я человек комфорта. И вот стало мне комфортно. И видите, в видео стало больше видео, потому что это стало мне удобно делать. Хотя от вас было очень много запросов, чтобы я делала видео, снимала видео. Ну, видео я и так делала, снимала именно видео с макияжами, больше продукции, больше использования, больше нанесения. Потому что вы же видите, что я как бы крашусь и это активно использую. Но вам не могу это показывать, потому что это как-то неудобно снимать, это неудобно делать. А вот что творит комфорт. Да, я за комфорт, а вы? Я уже прям готова к выходу. И сегодняшний аутфит. Так, с чего начнем? Шапочка. Так, серьги уже видели. Платок вот я этот покупала к вот этому вот такому пальтишку, да. Там я одела прям такой тонкий кардиганчик на платье, который, вы знаете, вот таким вот замком идет. Колготки колцедония, вот такими вот металлическими как бы клепками. Так, ну вот сумка. Сумка вот эта, которую я вам уже показывала. Она довольно-таки такая объемненькая. У нее много помещается. Можно при желании ее повесить. И, в общем-то, ботиночки будут у меня. Ну, короткие, просто черные короткие ботинки. Попьем сегодня вот такой вот парадис от Арифлейм. Ой, вкусный, классный. Люблю его очень. При вот этом освещении сегодняшний макияж смотрится вот так. Я думаю, что на улице будет смотреться намного интереснее. И вот эти вот нижние акценты очень хорошо подчеркивают и выделяют глаза, как я вот, в принципе, вам и говорила. Так что, ну все, я уже побежала, буду выходить. Ребятишки остаются дома. Хорошо, когда уже большие дети, когда ты уже самостоятельно можешь без них. Или они самостоятельны без тебя. Ну, в общем, каждый самостоятельен сам по-своему. Все. Ну вот, при дневном освещении вот так смотрится макияж. У нас, видите, опять какое солнце. Весна, весна. Это все макияж, которым я его призывала. Ну, я, конечно, шучу. Вот. Ну, я рада. В такой хорошей уже весенней погоде. Я сижу, грею машину. И сейчас поеду по делам. Хочу заехать еще сегодня в магазин Фикс Прайс. Дети уже... Или еще в какой-нибудь другой вообще магазин. Но где я там буду, там будет недалеко Фикс Прайс. Там гляну, что там заодно. Они мне говорят, мам, купи уже конфет. Что-нибудь шоколадку уже не можем без сладкого. Что-то я их ограничила как-то в сладком. А вы сами знаете, что мы обычно его покупаем много. И он съедается у нас это все. Ничего не залеживается. И я в последнее время что-то давно не покупала. И они уже прям взвыли. Взвыли. И вот так я могу только выразиться, что уже ревут. Ааа, мам, хотим. Особенно Илья, мам, ну хотим. Ну хотим. Ну купи что-нибудь. Я говорю, ну ладно. Заеду и обязательно, обязательно куплю. Вернулась я после всех магазинов. И Шанька тут. Кто скучал по Шаньке? Шанька тут. Шань, посмотри в объектив. И это Шаня. Кто еще не видел? Что-то у Шаньки залысины. У нее весенний, похоже, авитаминоз. Что-то надо, в общем, прикупить витаминчиков. И уже скоро же будем гулять. Надо, как там, ошейничек ей. Такой против клещей и блох. Да, Шанька, вообще ужас. Ну все, давайте покажу вам покупки. Шанька уже почти побежала на руках у Насти. Я купила конфеты птичьей сказки. Не знаю, до этого такие не брала. Ну, конфеты 35, уже знаем, вкусные. И взяла вот эти вот мяфли, акульча. Они такие мягкие, классные. Так, в пятерочке Альпенгольд. Еще конфеты какие-то, фаната. Не знаю, я тоже не покупала. Заправку для моркови по-корейски. Мака помялась. Мака башкирская. Всем привет из Башкирии. Так, фермерскую колбаску. Масло я люблю вот такое. Ну, мне оно нравится. Вот это Альбера. Хлеб мультизлаковый взяла. Эту тушенку. Не знаю, еще что буду готовить. Так, взяла огурчик. И колбаску, сельскую глуэд. Наш производитель. Вроде так, мало всего. А еле донесла. И сейчас еще кое-какие. Монете, Анделлу. Купила вот такой трансдермальный комплекс. Ботокс-эффект. Это первое и второе вместе смешиваются. Переливается в один пузырек. И пользуется. А вот здесь вы сможете прочитать. Именно вот здесь. Если остановите. Все. Прочитаете. Применение. Хранение. Все-все-все. В общем, штука разглаживает маршины. Попробуем. Попробуем вместе с вами. И оценим результат. Так. Вот это вот та вещь, без которой мне уже не хочется залазить в душ, в ванну. Это такой медовый персик. Соль для тела. Этот у меня по заказу. Но точно таким же я пользуюсь. Я просто обалдеваю вообще от него. Это просто нужно попробовать. Здесь 380 грамм. Очень, очень. Он такой прям тяжелый реально. Это соль такая. Ну ни с каким скрабом она не сравнится. Так. Это чай. Очищающий с девесилом. Почистить кишечник. Такой план тоже все. По заказам. Такой у меня есть. Пью сама. Так. Это какие-то подруга попросила на пробу. Это такие палочки. Размыкают. И получаются круглые диски для очищения лица. Тоже ТНДшные. Так. Следующее. Что купила? Два продукта. Первый продукт. Так. Мне его посоветовала Людмилка. Огромное, что я тебе привет. Эффективное средство от подотделения или чувствительной кожи. Купила в аптеке. Вот. Что про него написано. Такое вот средство. Шариковое. Ну, это шарик получается. 50 миллилитров. Есть еще другой объем. В общем, был еще объем какой-то 35 миллилитров. И все-таки еще взяла вот такой вот дезодорант Гараньер. Первый раз. Именно вот такой. Тем более тут написано новинка. Попробуем. 72 часа. Ну, не знаю. Против термопиков. При даже 45. Натуральный абсорбент. Попробую. Разобрали. В магазине очень быстро. Стоит одинешник один. Другой был Гараньер, где еще 48. Ну, в общем, решила купить вот этот. Ну, и вот это вот все на сегодня. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую. И мы с вами обязательно увидимся завтра на моем канале. Всем вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok